здравствуйте коллеги сегодня хочу поговорить о том как создавать тепловую карту и накладывать ее на фоне географической карты для того чтобы создать эту визуализацию нам потребуется помимо данных продажах или данных о выручке еще и такие данные как которые содержат широту и долготу место которого который на карте следует обозначить и как-то визуализировать такой файл кроме широты и долготы может еще содержать информацию о почтовом индексе и тогда это будет проще увязать с конкретным адресом давайте посмотрим как это можно сделать для начала нам потребуется как раз скачать такой файл который содержит широту и долготу местности я нашел его на этом сайте нажимаем ссылочку скачать и качаем архив давайте посмотрим структуру этого файла как видно файл содержит 1 место широту и долготу кроме того он содержит описание конкретной точки из-за несовпадения кодировок пока он выглядит вот так посмотрим как будет при загрузке кроме того нам потребуется файл который содержит продажи давайте создадим новое приложение и назовем его карта россии как известно карта россии пишется с двумя с добавим данные к нашему приложению для этого зайдем в редактор скрипта загрузки создадим новое подключение в нашем случае подключение будет осуществляться конкретной папке а еще точнее к рабочему столу назовем подключение рабочий стол давайте теперь добавим вкладочку назовем ее карта продаж и загрузим первый файл назовем его координату для того чтобы позиционировать нашу точку на фоновой карте нам потребуется воспользоваться специальной функции кликсенс называется она геомейк поинт она имеет два параметра соответственно ширину и долготу давайте посмотрим как отработает эта функция загрузим с помощью нее такое поле как координаты перейдем наше приложение создадим новый лист и посмотрим что у нас получилось лист назовем карта продаж выберем карту и перетащим ее на поле для работы выберем точку на карте вот мы видим что получилось каждая точка имеющая долготу и широту отобразилась на карте давайте посмотрим как работает фоновая карта мы видим когда зайдем в фон что есть специальное окошко для адрес с картой и внизу есть ссылочка по которой можно пройти и посмотреть специальные службы которые предоставляют нам эти карты по умолчанию стоит самая первая давайте ей воспользуемся видно что каждая точка отмеченная на карте имеет свое название таким образом мы загрузили данные о координатах на карте давайте загрузим дополнительные данные о продажах и поспорил ты попробую сформировать тепловую карту продаж по региону загружаем данные зайдем в модель данных посмотрим что у нас получилось получилось у нас две таблицы связанные по одному полю можно приступать к построению тепловой карты продаж давайте и займемся этим в прошлый раз я не сохранил лист лист и придется создать новую набираем карту продаж и заходим пустой лист опять перетаскиваем карту выбираем точку и теперь нам следует добавить данные к нашей карте сумма продаж с использованием функции сам вот у нас получилось тепловая карта отключаем нулевые значения и чуть-чуть уменьшаем площадь наших точек видно что по каждой области по которой у нас есть данные по продажам отобразились эти продажи спасибо за внимание надеюсь что это видео будет вам полезно оставляйте комментарии подписывайтесь на канал присоединяйтесь ко мне в фейсбуке и подписывайтесь на мой канал в телеграм спасибо за внимание до свидания подписывайтесь на мой канал